Ваня Главный, обиженно добавила Барди Видимо, в прошлый раз где-нибудь на Мальдивах Он пытался затащить его в какой-то второстепенный храм Китайской Голгопы Сначала в гроб, потом в стенки Планировал маршрут Ваня Пренебрегая логикой сюжета В котором более естественной Была бы обратная посередина Но Ваня сюжет не пишет Он сам сюжет Я честно предупредил, что на Мертвое море Можем не успеть, если не выберемся Из Иерусалима до двух Будем решать проблемы по мере их поступления Наметил Ваня Автора этого афоризма спасти не удалось Продолжил я в тон ему Ваня ухмыльнулся Понравилось Первый раз Ваня приехал в Израиль один И как-то неуютно чувствовал себя в узких улочках Иерусалима Вестилохранителей Зато в следующий раз привел сразу шестерых Он заказал для них экскурсию По святым местам Видимо, подсознательно надеясь Что прикосновение к святыням Спишет с них часть грехов В ходе экскурсии охраняемый Неожиданно ощутил себя охранителем В Иерусалиме такое случается И взял на себя ответственность За душевное состояние охраняющих его тело Грозными взглядами он отгонял приблудных туристов Пытавшихся на халяву прильнуть К источнику моего красноречия И при необходимости переводил с русского языка Переводил с русского на телохранитель Они все поймут И только медленно говоришь Заверил он И в дальнейшем все объяснял по понятиям В храме гроба Господней Парни заинтересовались магическим действием Камня миропомазания На котором верующие освящали крест Я вижу всем знакомые Я объяснил Я объяснил, что согласно христианским верованиям Камень, на который возложили тело спасителя После снятия с креста Передает свои свойства И приложенным к нему предметам культа Только крестики освещает Главитар Федомил-1 Глядя на хозяина Узнав, что не только Парни немедленно извлекли из карманов Все предметы культа Имевшиеся при себе Кредитки, мобильники, ключи от Мерседеса Один стыдливо извлек и осветил презерватив Сдержанно сокрушались, что нет с собой стволов Когда еще будет случай? Ушли очень довольны И больше вопросов не задавали Только у Котеля конкретно спросили Что за кипки у пацанов странные Кипа на голове религиозного еврея Означает, что он признает над собой Власть Господа Бога Как можно доступнее, объяснил я И обнаружив, что из сказанного не было понято Ни одного слова Начал было искать слова попроще Но Ваня меня оперетил Кепка чё означает, сказал им назидатель Она означает, что ты не самый крутой Есть круче тебя Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!